На Чебоксарской ГЭС продолжается масштабное обновление оборудования. В этом году после замены статора гидрогенератора введена в работу шестая машина. Еще два генератора, седьмой и девятый, сейчас в реконструкции. Рабочее колесо девятой машины модернизируют на Ленинградском металлическом заводе. В следующем году такие же работы начнут на гидроагрегате номер 12. В 2021 году заменили систему автоматического управления на четырех гидроагрегатах. Еще одну машину с новым оборудованием введут в эксплуатацию уже на этой неделе. Современные устройства позволяют управлять режимами ГЭС по самым строгим стандартам регулирования частоты и мощности. Это важно для простого потребителя электрической энергии, потому что позволяет продлить срок службы бытовых электроприборов. Всего в этом году в реконструкцию оборудования и сооружений Чебоксарской ГЭС вложено порядка 850 миллионов рублей. Также в этом году вступили в крупный проект замену открытого распредустройства 500 киловольт. Знаем, что АРУ 500 киловольт Чебоксарской ГЭС – это открытое распредустройство, которое осуществляет связь между двумя энергосистемами – Урал и Центр России. Будем менять основное оборудование, уже закупаем выключатели, конкурс объявлен. Уже спроектировано Институтом гидропроект документация. В следующем году зайдем в государственную экспертизу. Так как объект уникальный, технически сложный, то требуется прохождение государственной экспертизы. Также крупный проект для нас – это замена насосов осушения паттерны. Слово «паттерны» не для всех известно. Паттерны – это самое низкое помещение в здании ГЭС. Для обывателя, наверное, сказать проще, что это помещение, которое находится на 36 метров под водой от уровня Верхнего Бефа. Это важное гидротехническое сооружение, позволяющее проводить осушение проточных частей гидротурбин. И от надежности работы оборудования насосной станции, будем говорить, зависит и надежность гидротехнических сооружений в целом. Этот год выдался маловодным, с низким уровнем Куйбышевского водохранилища. Последний раз такая ситуация была в 2010 году. Из-за этого напор воды на гидроагрегаты был очень высоким, и генераторы были максимально нагружены – от 65 до 70 мегаватт. Для гидроагрегатов это довольно значительный результат, который позволил аттестовать оборудование у системного оператора. Значимое направление деятельности Росгидро – благотворительные программы. Всего в 2021 году Чебоксарская ГЭС выделила на благотворительные цели 3,5 миллиона рублей. В первую очередь, конечно, помогаем учреждениям медицинским, оказываем поддержку детским садам. Ну, конечно, стараемся оказывать поддержку детским садам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну, знаковый для нас, конечно, проект – это поддерживаем Ельниковскую рощу, особо охраняем природную территорию города Ново-Чебоксарская. Если говорить о безопасности в условиях пандемии, то руководство Чебоксарской ГЭС очень внимательно относится к состоянию здоровья сотрудников. Для их защиты на станции приняты максимально возможные меры. Сегодня на ГЭС вакцинировано 90% персонала, а с учетом переболевших коллективный иммунитет на Чебоксарской ГЭС – один из самых высоких в Чувашии – 96,5%. Сегодня, 22 декабря, энергетики отмечают профессиональный праздник. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создаются одни из самых необходимых благ – свет и тепло, которые создают комфорт в больницах, школах и наших домах. Труд энергетика – это высокопрофессиональный труд, требующий дисциплины, требующий большой ответственности. Наши работники – это работники высокой квалификации. У наших работников большая ответственность. Они несут ответственность за особо опасный, технически сложный, уникальный объект гидроэнергетики. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, хотелось бы поздравить вас с нашим праздником, пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья вам, вашим близким. Так, чтобы работа доставляла удовольствие, а наш объект с вами работал надежно и безаварийно. С праздником, дорогие коллеги! Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.